Ухта приняла первенство Республики Коми по лыжным гонкам в зачет юношеской спартакиады памяти Николая Бережнова. В течение трех дней юноши и девушки 13 и 14 лет из шести городов Республики и соседних регионов соревновались в разных стилях. Эти соревнования традиционные средней и младшего возраста проводятся только в Ухте. И на эти соревнования в этот год приехало достаточно очень много народу. Первый день в стиле классической дистанции 2 километра девочки, 3 километра мальчики. Второй день бежали в свободности девочки, 3 мальчики, 5. И сегодня эстафеты поправились соревнования. Первые два этапа классические и третий, четвертый свободные. Соревнования проходят в рамках проекта на лыжи при поддержке крупнейшего ресурса добывающего предприятия страны и Федерации лыжных гонок России. Проект стартовал в 2016 году на территории Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области. С 2017 года география включает Кемеровскую область и Республику Коми. В этот раз участие приняли 273 человека. Впервые среди них гости из приуральского харпа Ямало-Ненецкого автономного округа. По словам тренера, Коми славится лыжниками, поэтому хотелось перенять опыт, сравнить уровень подготовки. Посмотреть, как на самом деле выходят на старт ребята серьезные, как они, отношение у них какое. И нам даже не интересен сейчас результат, какой ребята показали. Нам главное это вникнуть в культуру спорта. По словам судей, местные лыжники показали достойный пример. Ухтинки заняли весь педестал почета. Так, ухтинка Диана Мажорова в этот раз выиграла две гонки свободным и классическим стилем. Говорит, сама вдохновляется успехами российского лыжника Александра Большунова. Так и в лыжный спорт пришла. По телевизору мы часто смотрим телевизор, именно телеканалы спортивные. И часто показывают его по телевизору. Вдохновилась немного. Просто проходили лыжной базой и 7 лет назад мы записались сюда. И, собственно, сейчас у меня есть успехи как и это. Также отличились юноши из Прелузия, Печора и Сыктывдина. Они взяли первые места в личном зачете свободным и классическим стилем. Продолжение следует...